Насколько сильного воздействия священных звуков. Но сейчас на сцену я хочу пригласить нашу удачу, потому что мудрецы говорят, что большая удача, если мы можем встретить человека, который способен нам сказать об истине. Давайте мы встретим Александра Геннадьевича Хакимова. АПЛОДИСМЕНТЫ Вкратце, бегло мы просто пробежались, познакомились, что это такое чакры, как это работает в течение жизни. Мы не говорили о технике управления чакрами, потому что это опасная практика, мы ее не рекомендуем. Мы говорили о том, что чакры работают естественно спонтанно, как в природе работают за годы. То есть есть момент вращения и спиралевидное такое развитие вглубь. И ожидается, что человек в течение времени будет углублять свои качества, познания, опыт не вширь, а вглубь. Достаточно одной вещи, не скажем, одной профессии, достаточно, чтобы стать мудрым. Одной жены достаточно, чтобы понять суть жизни. Достаточно одной семьи, достаточно одной национальности, достаточно жить в одной деревне, говорит, если мы идем путем качества. Ну а путем количества всегда будет мало-мало-мало-мало-мало. Вот хоть весь мир все равно недостаточно. Всегда будет удовлетворение, потому что жизнь — это качество. Достаточно прожить одно мгновение в полном сознании, оно окупит все наши страдания с лихвой, чем прожить тысячу лет, как дерево говорится в веках. Некачество, в таком полусонно-полусонно-состоянином состоянии. То есть человек, проживая свою жизнь, а вспомнить нечего. Бывает одно мгновение, вы его помните, через 20 лет помните, через 30 лет и всю жизнь помните, как будто вчера это было. Такая сила из восприятия, ощущение, глубина восприятия. Это качество. И вчера мы говорили о том, что существует семь чакр. Семь чакр, они нам даны. Как семь звуков нот. Семь, скажем, отельствий на флейте. Вот мы играем на этой флейте в нашей жизни. Что же мы тут переживаем-то вообще-то? Вот есть события жизни, а есть переживания, есть осмысления. И вот события жизни проходят, а иногда мы их не осмысливаем, не замечаем. А другие замечаем, осмысливаем, прошиваем, чувствуем. Это остается с нами. Вот это называется жизнь. То есть вот поток информации какой-то идет, вот, ездим на машине, на работу, с работы, в магазин, туда-сюда. Годы проходят, и ничего в памяти не откладывается. Рутина какая-то, однообразие. Одно и то же. Скучно все. При всем при том, что хорошие дороги, хорошие машины, хорошие магазины. Может быть, даже их деньги есть, собственно говоря. Но как-то все вот не запоминается. Вот отпечаток не откладывают глубокий. Вот, казалось бы, сейчас все-то устрою и начну жить по-настоящему. А вот не получается, скажи так. Когда Джаконду выставили в Эрмитаже, в каком-то году, я как-то бежал туда, там, я люблю, а картина была с детского. Я вот обрисовал кандышами, копировал Джаконду, для меня действовала как магия. Я читал книги о Леонардо да Ивриньича еще с детства. Только за это вот Джаконду. И вот Джаконду выставляют в Эрмитаже. Я в Петербурге в то время как раз. Представляете, как я выбежал. Там толпа людей. Там всю свою площадь так вот заебают, сплютят. И вот очередь такая. И вот мы стояли в этой очереди. Долгое время вошли в Эрмитаж. Наконец, вот в этот зал, очередь. И она проходит, там милиция. Не позволяет никому надолго останавливаться. И я в ожидании, вот сейчас я, сейчас я прочувствую, сейчас я получу, чтобы я запомнился на всю жизнь. Ну и что, я пришел, ну ничего. Странно. А бывает, вот тут просто, вот иллюстрация, Джаконду, что там кто это сделал? Ни с того, ни с того. Вот вроде бы и не готовы, правда, да? Вдруг раз, внезапность какая-то. И почему? И непонятная причина. Вот почему иногда я вот чувствую, проживаю уже. В другом случае, кажется, я готовлюсь. Вот все устраиваю для этого. Все, пожалуйста, ладно. Потом перехожу в пусто. Ничего нет. Что же с этим? И то есть, это необходимо осознать в свое время. Не я назначаю. Когда мне влюбиться, да? Ладно, есть такие. Вот в этом году не было, как влюбиться. Вот через год уже будет поздновато, как-то неудобно, там, вот отпуск, то еще какие дела. А вот в этом конец самого на время месяца, как в месяц, вот в этот месяц влюбиться надо, правда? Ну, такие планы бывают. Куда-то поехать на юг, на курорт, там влюбиться можно. Вот так вот легко, быстро как-то такой план. Не получается так, видите? Это происходит само по себе в назначенный срок времени. То есть, есть матрица, по которой мы живем. И вот мы должны быть готовы переживать то, что сейчас мы должны пережить. Вот сегодня, в данный момент времени, в этом году, вот в этом возрасте именно. Не сожалеть о том, что было в прошлом, когда был молодым, пустил шанс. Или в том, что в будущем. А именно в настоящем понять, что сейчас я должен понять в жизни. Вот в этот сегодняшний день. Или в этот хотя бы год существует что-то. Вот таким образом. Это нужно знать, знать законы. И каждая чакра, она включается как бы последовательно. Может, вы видели, есть такая вот реклама, так и гонки включаются. Один, два, три, четыре. И потом снова так они чередуются. Вот так примерно работают чакры последовательно. Но не на одном уровне включается, проходит цикл. И включается уже на более высоком уровне. И спираль вот таким вот поднимается вверх. То есть включается и не включается, но уже по вертикали. Мы вчера это обсуждали, помните? То есть, первая чакра, нижняя чакра отвечает за энергию страха. Первая — это страх. Эта же чакра отвечает и за желание. То есть, нами руководят две вещи из этой чакры. Жизнь, стимул. Страх чего-то, поэтому мы что-то должны делать, чтобы как бы избавиться от опасности. И желание, чего-то я хочу при этом. Одновременно. Это один центр включения. Страх и желание движут в нашу жизнь. Страх, его природа, она не изучена толком. Но он существует сам по себе. Это, например, даже если вы в безопасности, все равно вы... А вдруг, правда же? Ну, мало ли что. Вдруг. То есть, ведо говорят, страх, источник страха является невежество. То есть, я не знаю, что будет через 15 минут в моей жизни. На самом деле, я не знаю. Не могу сказать точно. У меня, конечно, есть свои планы, но а что будет, вот я не знаю. И отсюда возникает страх из невежества. Ну, прямой пример. Вы садитесь в автомобиль, не зная правил дорожного движения. И идите по такому сложному городу, как Омск или Москва. Вы же будете бояться всего на свете каждого поворота. Не зная правил дорожного движения, будет руководить страх и желание выжить. Вот как раз вот это самое чакра. Ну, а если вы знаете хорошо правила дорожного движения, вы и видите без права. То есть, есть какие-то общие законы, все живые существа подчиняются этим законам, и бояться нечего. И вот этот высший закон, который спорит от страха, это любовь. Вот любовь, она разрушает все страхи. Даже смерти не испугайтесь. Мать может жизнь у себя пожить, тратя ребенка. Это такая любая любви. Не испугайтесь. А вот след любви. Выживание и желание. Выживание и желание. Выживание и желание. И страх и желание, это первая чакра, она включается автоматически, когда только человек пребывает в каком-то новом месте. Вот если вы сегодня впервые на программе, вы чувствуете это. То есть, какая-то новая атмосфера, какая-то группа людей, вы только пошли сюда, вы насторожены, вы в страхе, вы дисциплинированы, правда? Как ребенок пошел в школу, первый год он очень дисциплинированный. Нетрудно первых первоклассников обучать, они смотрят вам в глаза, смотрят все, слушают все, все наши команды выполняют. Первый год страх, чак от страха. У них есть желание учиться, и вот этот страх и дисциплина. Хорошо. Другая, центр выше, исходит от страха. Это чувство. Что такое чувство? Чувство означает приятное и неприятное ощущение. Можем различать. Например, музыка. Мы слушаем, как играют оркестры, и вот есть какие-то приятные вещи. А есть, может, мелодия, если не очень приятная, это его вкусы, какие чувства, область чувства. И когда вы переключаетесь на чакру чувств, страх как бы немножко подавляется, вы забываете это, отвлекаетесь от страха. Или скука, или какие-то желания навязчивые, все это та же самая чакра. Или постоянно у меня крутится, что делать завтра, или как быть с этой проблемой, которая сегодня случилась, или вчера на работе. Это все, страх, все это беспокойство, все это неравновешено. И тем не менее, когда вы приходите домой, вот с этим беспокойством иногда, включаете телевизор, конечно, постоянно, как это музыка, как это реклама, для чувства много информации всякой, и отвлекаетесь. Страх как будто бы уходит куда-то. Это отвлечение, другая чакра включается, и легче становится. В Алматы недавно открыли бар ночной, называется амнезия. Прийти, забыть, отключиться, чувства так вот, увлечь чем-то, знаете, там музыка, там вино, там женщина, общение, вот эти чувства, они вас немножко отвлекут, и как бы все хорошо. Ну, вот представьте, вот этот зал, он уже создан для чувств. Правда же? Вот сиденье, вот все это разумно, сцена, она припомнила, что все было удобно для общения какого-то, для какого-то восприятия, света, остальное. И тут есть температура поддерживает, есть вентиляция, все необходимое. И здесь мы чувствуем себя, ну, как-то спокойно, вот в такой организованной среде. А на представь, если мы сейчас сидели с вами, прямо, ну, на площади, в каком-то месте, прямо на асфальте, под дождем, я бы давал сейчас лекцию о чакрах, округом, я тебе, машины, люди, снег падал бы. То есть для чувств было бы среда совершенно ужасная. Могу просто бы, без похвости, и страхи постоянно прибывали, меня бы могли бы слушать. Нет? Вот пример, как работают эти центры. То есть чувства, они могут отвлечь человека приятным, неприятным, от этого состояния, от неизведанности какой-то, неизведанности. Хотя есть история одна об иностраннике, царь Буранжина. Это аллегория, это великий странник, душа. Вот он путешествует, ищет себе прибежища, где же ему остановиться, то есть бескрайняя вселенная, перед ним миры и всевозможные города, и находит какой-то прекрасный город и привлекает. Просто потрясающий, там залты купола, там такие здания, там миллионы, миллион жителей. Ему нравится этот город, соброжденный такими кремлевскими стенами, там есть девять выходов, девять отверстий тела, знаете, вот есть глаза, есть уши, есть язык, обоняние, осязание, есть возможность выходить наружу, что-то приносить внутри города, какую-то информацию, чувственную. И из этого города выходит красивая, красивая женщина. О, царь Буранжина смотрит на нее, думает, вот это то, что я хочу. Она говорит, ну, заходи, город твой, а я твоя жена, если хочешь. Прими меня как жена, этот город твой, управляйте городом. Это город, подожди, подожди, как-то внезапно все, прошел какой-то, мне все тут нравится, конечно, но у меня вопрос, подожди, ты уже здесь была, ответь мне, что за город, и ты-то кто вообще? И почему мне это все предлагается вот так? Она говорит, дорогой, разве это важно? Важно, что я твоя, это твой город, забудь обо всем. Заходи. Вот так чувства работают. Они ответа не дают, просто устраивают какую-то среду, я забываю обо всем, и захожу туда. Все просто. Так именно строится наша судьба, карма. Когда нас чувства увлекут, они будут лечь в такими способами. От неприятностей к чему-то приятному, я иду туда не спрашиваю, потому что там просто приятно. Третья чакра. Деловитость. Здесь уже восприятие другое, не просто какие-то ощущения приятного, неприятного, а понимание людей и предметов под деловым качеством. То есть я могу что-то делать, я должен знать свойства материала и качества людей. Вот деловые качества. Люди, которые достигли вот этого уровня деловидности, сознание, когда поднимается на уровень третьей чакры, вот здесь, кубок, они очень быстро, одним взглядом, могут ввести деловые качества людей и распределять обязанности. Это администратория. Они долго не разговаривают, и это ведет естественную образу, таковая чакра. Восприятие людей. То есть фильтр. Если мы, скажем, сменим желание, мы видим мир по-другому. Еще раз сменим желание, мир увидим по-третьему. Как вот ребенок видит мир в форме возможности играть. Вот если ребенка на сердце запустить, он, прежде всего, сразу будет думать, как можно залезть сюда, или как можно залезть вот здесь, вот с этой стороны, ну, при спереди, или как на штору подняться, откуда можно спрыгнуть, где можно спрятаться. Он будет так рассматривать весь этот мир. У него желание играть. А уже, скажем, бизнесмен смотрит на мир не так, как художник. Правда же? Художник смотрит, какая красивая роща. Вот какая картина, цвет, какой галорит, какие интересные там линии, и прочее, и прочее. А бизнесмен думает, так, сколько тут кубометров дров, сколько гитаров земли. То есть, это желание, и он совершенно уже по-другому, он тоже мест, уже по-другому оценивает, по-другому ощущает. И вот это желание, деловидность, если человек достигает этой чакры, он видит под деловым качеством, и, наверное, ориентируется вот в этой области. Устраивает все. И таким образом, когда он это все организовывает, страх еще больше подавляется. Почему? Потому что я могу, понимаете, управлять, оказывается, в Тибире. Боляться уже не о чем. Я уже еще более решительный. Обычно администраторы, люди смелые приятели решения. Они принимают решения, просто не обещают. Вот эта способность организовывает, подавляет страх, побеждает страхи, более героичные. Например, один человек пошел в море. Впервые. Север какой-то матрос. Думал, романтика, знаете, там острова и прочее. А там работа тяжелая, там шторма. И вот первый шторм, то, что даже представить не мог, как волны вздымаются до пяти этажей, вот так вот вверх нос этого корабля вот так вот почти вертикально поднимается, а потом падает в пропасть куда-то там на нескольких десятков метров. И вот он его корежит, там скрижет, все это непонятно, разрушится или не разрушится. То есть, по первости, вы просто в панику попадаете, в ужас попадаете. Подавите вот такую ситуацию. И это с ним и случилось. Еще тошнота, плюс вот эта паника, и он не ждал, что-то делается. Он там перевязался куда-то, схватился, просто манился в голову, когда все закончится. При этом он заметил, что другие матросы бегают по кораблю, спокойно и занимаются своим делом. Каждый работает. Они вообще не обращают внимания на шторм, мы вообще не обращаем. И его выглядели, это состояние не таки, он говорит, ты что, ты что, ты бездельничаешь вообще. Ну-ка, я не работаю. Видишь, что ты кормить, я тебя спазмываю, что ты его лимать, пинками, пинками. Заднего работы, он точно увлекся, и все, все, страх, куда-то, ушел на задний план. Вот такой способ существует. То есть, здесь уже человек чувствует себя более уверенно на уровне деловедности. Затем, четвертая чакра, гармония. Гармония означает умение строить отношения. Большей частью это зависит от способности не раздражаться и не испытывать чувства вины. Два факта. Вот в жизни два у нас главных препятствия психологических. Это ощущение вины, потому что мы много совершали ошибок в своей жизни, и раздражение от какой-то вот рутинной, бессмысленной жизни. Вот повторы, которые бегут, они уже раздражают нас. Дети одно и то же требуют, муж и жена одно и то же, одно и тот же характер не меняется в течение жизни. Одна и та же работа, вот тут все одно и то же. И раздражение появляется, присыщение. И, значит, раздражение и чувство вины. Как в семье. Супруги ругаются, ощущение вины, потом переживают. Ну, попросили прощения, вроде снова все хорошо, опять раздражение приходит, опять приходится ссориться, опять чувство вины, нужно опять мириться, опять наговорил лишнего. Вроде победили все хорошо, опять раздражение. То есть, гармония никак не строится. Потому что раздражение и чувство вины исходят, опять же, из страха, из невежества. Опять же, оттуда, вот эта чакра, она дает о себе знание. То есть, раздражение означает, я хочу быть счастливым, но не получается. Но я все равно уже хочу, а опять не получается. Но я хочу, но опять не получается. Это все раздражение. Я думал, буду счастлив, когда вот живешь с этой девочкой. А вот нет. Я думал, буду счастлив, когда устроишь на эту работу. А вот нет. Счастье, думаю, когда вот займу это место, и тоже нет. Но сейчас я буду, когда накоплю денег, построить дом, ну, у меня же есть план. Но опять нет. Когда я чувствую раздражение, жизнь не удовлетворена. Хотя вроде все есть, а вот тут у меня нет. То есть, вот от этих неисполненных желаний накапливается раздражение. И при этом есть сила, кто толкает неисполнять желаемое, даже против закона, против воли других людей. Даже обманывая других людей, я буду стремиться к этому. По головам могу пройти. Вот эта сила желания, очень большая. Я могу делать любые поступки ради собственного счастья. То есть, совершать ошибки и накапливается чувство вины. При этом все равно, я хочу быть счастливым, вот в чем проблема. Я тогда думаю, так, ну хорошо. Ну и что? Ну я плохой. Но я все равно буду счастливым. Я все равно своего добьюсь. Правда же? Вот это странное очень, странное сочетание. Сочетание своего несовершенства и желание все-таки добиться своего. Да, и несовершение. Я, может быть, плохой для кого-то, но я вам докажу все. Вот такой вот фон возникает. И гармонии нет, потому что здесь уже в этом состоянии нет чего. Главное – любви. Вот здесь вроде бы энергии, есть стимул, а любви нет и счастья тоже. Поэтому гармония – это уже первое понимание любви. На этом уровне обычно человек чувствует любовь к противоположному полу. Чакра. Мужчины начинают любить женщин всех, особенно красивых. Или которые вот плачут, жалуются на жизнь, какие-то вот вызываются чувства. Вот это чакра. Гармония. Потому что деловитость, она не такая, она грубее. Неважно, мужчина и женщина выполняют свои обязанности на работе. Тут различий нет. Не так, что женщины могут поплакать, им все равно дадут зарплату. Хотя бывает и такое, правда? Вообще деловые люди по-другому смотрят на это. А вот гармония, там уже больше страдания, она проявляется сначала вот к противоположному полу, либо к детям, либо к слабым, либо к нищим. Вот такое как бы сочувствие некое такое. При этом человек не очень сочувствует сильным миром сего, как правило. Думает, что они в хорошем положении, хотя это не совсем так. Гармония. Гармония — это умение общаться, то есть понимать других людей, сочувствовать. Так, пятая чакра. Она отвечает за философию. философское мышление. Здесь философ. Это умение отстраняться от страха. Вот это уже йога. Умение мыслить, ум направлять туда, куда необходимо. Как человеку говорят, пожалуйста, не нервничай, держись им в руках. Вот ты нервничаешь, у тебя раздевается болезнь сердечная, допустим. Или сосуды в голове у тебя в опасности, вот эти стрессы. Ну, тебе не нужно так переживать, братья. Не переживай, живи спокойно, хорошо? Он скажет, а что-то как это сделать? Я не знаю. Спокойно, как можно жить? Это же невозможно. Что за рецепт мне даете доктора? Дать мне лекарство, лучше бы я успокоился. Дать мне димитров, что-нибудь еще, чтобы я уснул просто. Нет, 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 нет. Вот это возможно, может сделать философ, направить ум туда, куда он хочет. Это способность философии. То есть понять то, что именно необходимо понять. Философ, он может понять все, что происходит в жизни, и плохое, и хорошее, можно осознать на очень высоком уровне. И всегда он развивается. Счастье или несчастье, он всегда продвигается. Вот это жизнь философа. Потому что он отстранен от желания и неприятных чувств. Философии способны отстраняться от боли и наслаждения. От боли и наслаждения. То есть мысли могут быть очень высоко подняты философски. На шестом уровне высшей философии это мудрость. Вот здесь мы мудрость опишем. Так, мудрость это образ жизни. Вот человек может быть большим философом, рассуждающим высоко. А насколько мудрость, посмотрите, как он живет, образ жизни. Сколько он спит, что он ест, и как он ест, какую деятельность совершает, и в каком качестве это он делает. Образ жизни покажет, насколько человек мудрый. Например, доктор говорит, что пить вредно. Правда же? Ну, мы-то воспонимаем, что пить вы не прекратите, конечно, ну, по праздникам хотят пить, хорошо. Вот такая у нас сегодня мудрость. Это так же, как Штанова говорит, воровать плохо. Ну, мы-то воспонимаем, конечно же, что воровать совсем невозможно. Но тогда уж хотя бы воруйте умеренно, воруйте культурно, чтобы воруйте так, чтобы не было вызывать социальные какие-то проблемы в обществе, чтобы погод нарушать общественное. И вот люди слушают, говорят, а вы сами-то вот воруйте. Да нет, что, как можно? Ну, только что, праздник у нас не ворует. А я вообще не ворую, я вообще не культурный человек. То есть, я такой турно все делаю. Вот, это называется философия и мудрость. То есть, мы знаем философски, что вот это хорошо, а это плохо, что алкоголь закрывает высшие центры. Если человек никогда не медитировал на абсолютную истину и принимает алкоголь, он не сможет никогда понять этих вещей. Он будет просто раздражаться из всех этих слов. Нижние чакры просто будут его раздражать. Он почувствует себе очень плохо, они как черт от лада на буквально. Чакры не открыты просто. Думают, что за глупость вообще, о чем они говорят, зачем они так говорят. Делай, что хочешь, да и все. Главное, чтобы никто не видел. И все так делают вообще, и все так живут. Какая там совесть вообще, зачем об этом думать, что загружает всех вообще. Мудрость – это образ жизни, и умение быть гибким. То есть, у мудреца нет врагов. Даже у философов много быть врагов. Правда же? Кто-то имеет другую точку зрения, философы бывают, в конце концов. Разные бывают. Идеалисты, материалисты, мы знаем, социал-утописты, кто угодно. А у мудрецов нет конфликта. То есть, на уровне мудрости вы не увидите конфликта между религиями, между точками зрения, между политиками, между культурными деятелями и между супругами. На уровне мудрости конфликтов не бывает. Все это лишь разнообразие для того, чтобы счастливы. И на седьмом уровне располагается духовность. Вот там, это чакра, сахасрара, там, на теме, еще было здесь, вверху, в самом верху. Духовность означает в начале вера. Первое проявление духовности, помните, первые семь лет ребенок живет на какой чакре? На чакре страха. Верно? Первое. Первое. Первые семь лет, первый цикл семьи, если взять вот первые семь лет, все чакры будут работать на фоне страха. Это первый уровень будет работать. То есть, мы проживем их не глубоко, все эти вещи. А первые, то есть, семи лет, это ребенок, он еще глубоко все это прожить не может. И философия, и мудрость, и духовность, и гармонию, и деловидность. Он еще не работает, он еще не философ, он еще не образован. Но он это пройдет, как бы, ознакомиться с этим, ощутить это. Как на выставку. На выставке. Или вас просто знакомят с деятельностью, которой вы должны будете заниматься. Вы говорите, вот такая будет форма одежды, вот такой вот рабочий день, вот так будет обед, вот твой начальник, а вот твои сотрудники, вот их так и так зовут. Вот так вы не проживаете, а как бы ознакомитесь. Первые семь лет это ознакомление, вот с этими состояниями, вот по горизонтали. На уровне страха. Нужно просто ознакомить. Занимать еще рано ответственность, у человека не готов. Есть люди, которые так и остаются, на уровне страха, и не готовы к ответственности. Они не могут создать ни семьи, ни ответственности на работе, не добиться успеха в жизни. То есть, это большая проблема. На уровне ребенка осталось. И так, как вы видите, ребенок, вот этот первый уровень страха, означает отсутствие качеств, невежества. То есть, ребенок не имеет качества хорошего. Его невидность в другом. Он неосознанно все-таки. Естественно. Он обманывает, он ворует. Он очень эгоистичный ребенок. Он постоянно капричит, что-то требует. Он не чистый. Ему нужно учить и чистоте, и порядку, и когда спать, и когда есть, и как это делать, и как говорить спасибо, как говорить здравствуйте. Ведь все, все это нужно устанавливать. Его частота просто в невидности. Он это неосознанно, не намеренном. Поэтому это никак не является проблемой. Это можно обучить. И так, страх означает, невежественный качеств еще нет. Затем, когда человек проживает первые семь лет, его духовность на седьмом году здесь, он достигает шахту духовности на седьмом году, означает, что у него здесь появляется вера. Вот с этого начинается какое-то духовное развитие. Сверху. Адаушратха, говорят веры, сначала вера. А что потом? Скажите, куда человек приведет о вере? Среди речки веры. Ну, конечно, подожди, я говорю сразу же. Потому что есть же еще общественное мнение, есть общество, где страх поддерживается политикой. Например, страх войны. Или страх 12-го года. Или любая другая паранойя. То есть люди очень воспринимают страхом сейчас. Например, планета Нибир летит сюда. В 12-м году уже будет видно, на невосходе. Не так давно один спутник упал с орбиты, знаете, так? Об этом предупреждали землян. То есть вычислили примерно, куда он, на какую широту упадет. Были какие-то острова, где жили люди. И они знали о том, что вот возможно как раз на этой области будет падение спутника. И несколько человек сошли с ума на этой почве. Им казалось, что спутник может упасть им на голову. День и ночь они боялись этого. Сейчас в волоноте боятся землетрясения. Прогноз, что вот это выяснил будет сильное землетрясение. Люди ждут его уже много лет каждый день. И предсказатели, и другие, и все это чувство. Представьте. Они даже в столицу перенесли в Астану, потому что ждали землетрясения. Такой страх. Итак, если в обществе поддерживается страх, то остальные чакры как бы блокируются. Человек не может углубиться в сердце, в чувства, в деловитость, в работу, в гармонию, в философию, в мудрость, в духовность. Сложная. То есть искусственно поддерживается такая вещь. И вот и представьте, если мы с вами застрянем кто-то из нас на этом уровне страха, что же будет с такими людьми, когда Нибиру на самом деле появится. И как второе солнце, здесь мы ее увидим. Уже ее видно с Антарктики очень хорошо. Она увеличивается с каждым днем, планета Нибиру. Она приближается к Земле. Как запланировано учеными, что очень близко пройдет, едва ли, может быть, даже не упадет. То есть, опять же, страх, видите, у нас вызывается. А вдруг упадет, а вдруг. И что они прогнозируют? Землетрясение в течение 36 часов всю планету будет трясти. 36 часов землетрясение, представьте. Не 20 секунд в Армении в 90-м году два города смело с лица земли. А 36 часов земля будет трясти. Потом наводнение, цунами, вот эти все стихийные бедствия. Вот что предвещают они. Скажите, что люди будут чувствовать вот этим уровнем страха, когда на самом деле эти явления наступят? Они все сойдут суть. У них будет у всех серьезный психический срыв. Представьте, часть населения, причем большая часть населения выйдет из строя. Просто психически он не выйдет. О, как я говорю. Поэтому на этом уровне чакры оставаться сейчас не нужно. Вот у нас еще есть время, небольшой год примерно, да? Надо немножко подняться от этих страхов, а вдруг кто, вдруг все. Давайте поговорим о лекарстве, как же избавиться от этой тут паранойи. Потому что тогда мы себя убиваем сами на самом деле, раньше времени. Когда человека ведут, на каждом убирают, бывает раньше времени еще до золок от его казня. Просто от страха. Одна жена пошутила, ударила мужа не топором, а валенком. И он от страха умер, потому что думал, что он топором ударил. внушит. Ум верить очень сильная вещь. И нас может убить ум, если это страх. Также убивает чувства, увлекает приятные вещи, и мы можем деградировать, потому что наркотик приятный, алкоголь приятный, вот туда можно тоже уйти, как избавиться от страха. Так, таким путем. Но мы говорим о духовности. Когда духовность, это вера. Вот вера уже бесстрашная, состояние бесстрашное. То есть, герои, если мы хотим получить героев в обществе, а это духовность должна быть в обществе. Почему сейчас снижен героизм, все люди приспосабливаются, обманывают, выживают, накапливают, вот знаете, жадничают, вот боятся, 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 даже мужчины. Потому что духовность снижается. А нужно ее повысить. И духовность означает сначала вера в то, что возвышено. Это уже у каждого своя вера должна быть. Не просто то, что все будет хорошо в будущем. Нет, нет, нет. Это слепая вера. А нужно подкрепить ее опытом. Вот тогда это называется бесстрашным. Конечно, все будет хорошо, а вдруг все-таки будет плохо. Все равно сомнения возникают. А нужна твердая вера. И вот эта вера и доверие, потому что какая-то высшая сила, добрая высшая сила, божественная, и она понимает и защищает, и она контролирует, уже есть это все. Вот человек как называет вот эти силы, способность преодолевать любые трудности. И тогда он стремится общаться с духовными людьми. Например, пьяный любит общаться с пьяными. Заметит? Стрезвым как-то, ну не понимают, он трезвый человек. Он обижается пьяным. Он ему душу раскрывает, понимаешь, говорит, иди по себе, с Актрой поговорим. Ну, оскорбление. Вот я выплываю, теперь у меня, а я от души, от сердца, от этой, прям вот этой чакры. А он не понимает. То есть, разные чакры открываются, люди поэтому выбирают свои общения. Если у кого-то открыта чакра духовности, в семь лет у него появляется вера в ребенка, естественно, представьте себе, но он с этой открытой чакры подходит к своему папе-атеисту, и говорит, папа, слушай, а Бог есть, он говорит, нет, у него чакра заблокировалась, все равно, это же странно. Прекративаются, ты что, никакого Бога нет, это страшная вещь, вообще, вот они везут, никогда с Богом, Бога нет. Вот принес. Поэтому, очень важно общение, поэтому, когда человек имеет веру, он должен общаться с людьми, у которых тоже эта вера есть. Очень хорошо, когда дети обучаются одного возраста в группе. Вот их набирает школу одного возраста, говорит, это очень удобно, потому что они синхронно там, все это могут чувствовать и понимать. А когда уже разновозрастные, я вот учился в другом заведении после школы, там были разновозрастные, был самый младший из всех групп, а там уже были люди по 30 лет некоторые, а мне было всего на 17 лет я поступил. Представьте, был такой диапазон, но уже, уже по-разному понимали, кто-то уже, уже контакт был другой совсем. У меня не было такой поддержки от старших, потому что те, это уже прожили, это давно уже, все пройдено, это не важно, там, это первая любовь особенно, это все пройдет, жизнь не такая, то есть они уже, они уже циники в жизни, они другие. То есть нужно общаться, вот делиться с чакрами, когда они открыты. И так, если у вас духовная чакра открыта, будете, конечно, искать человека, который вас поймет, как трезвый-трезвый. То есть нужно найти такого же человека, тогда начнется развитие. Вот, сначала вера, потом общение, а общение приводит к чему? К практике, к мудрости. Вот видите, как все быстро, просто. Если мы общаемся с целью получать знания, гармония возникает мгновенно, устанавливается, сразу же. То есть, смотрите, есть люди выше нас по уровню, есть люди равные каждому из нас, люди есть, которые ниже нас по развитию. У каждого такая иерархия. У каждого из нас есть кто-то выше над нами, кто-то равен, кто-то ниже. И вот, если это правильно установить, гармония устанавливается быстро в обществе мира. Потому что младшему помогаем, с равными дружим, у старших учимся. Все просто. Есть гармония, значит, что я не хочу учиться у старших, либо они не квалифицированы, либо я просто такой гордый человек. Я не дружу с равными, а соперничею, я конкурирую с ними за первенство. А младших эксплуатирую, они же глупые, ну и хорошо, мне это и выгодно как раз. Зачем давать какие-то знания? Работать будут, подчиняться мне не будут, они будут слишком умные станут, правда? Их вообще обучать не нужно. Невыгоднее просто. И вот тогда гармония разрушается. Это значит, что любовь ушла, и люди эксплуатируют младших, они конкурируют с равными, и на жизнь, а на смерть, а старших просто избегают, и слушать не хотят. Сами себе авторитеты. И вот гармония означает, что теперь есть общение. Общение правильно установлено. И тогда возникает практика. Человек быстро понимает философские истины и начинает практиковать сам. Знаете, что такое практиковать сам? То есть, идите без будильника, когда нужно, называется, что у вас появляется внутри, личные желания, духовного развития. Поднимайтесь без будильника, безоговорочно каждый день. Вы делаете омовение сюда полно, надеваете чистую одежду, вы это делаете каждый день. Вы занимаетесь медитацией и своей молитвой знаете каждый день, и вы это делаете внимательно, с полной отдачей, при этом еще. То есть, наносится очень твердо в этом процессе, настойчиво. Так, если вы хотите, скажем, стать известным актером, или как это, балерины работают, особенно, особенно, если, знаете, как балерины работают мирового уровня, у них нет личной жизни вообще. Вообще. У них ни выходных, ни друзей, ни дискотек, ничего этого нет, там диеты, и все остальное, там просто такая скеза. Но потом она выходит на сцену, примает, и вот там, на одном, пальчики на нее, вот так вот крутятся. И другая нога, у нее вот где-то там. Я так не могу показать. Извините, я потренируюсь, просто через год покажу, извиняюсь, не получится. Нужно все оставить мне в жизни, правда? Я говорю о том, это решимости. Этот фанатизм, решимость, он необходим, вот эта решимость. Что фанатизм означает решимость для чего-то высшего. А и другая решимость, глупая, оставаться на своем уровне или даже вниз идти. Ну и буду, да, плохой, ну и хорошо, и буду. И все, буду. Это ставить. У меня был друг, студент. Он не мог рано утром подниматься. Ну а я поднимался, я жил со старшего, меня поднимали, когда был самым младшим, меня все это поднимали, я поднимался и бежал на занятия. А он просыпал. День проспит, два проспит, там полнедели проспит, ему уже там не за что, там, там уже не успевает, его уже к отчислению готовят, потому что просыпаешь все занятия. Ну и он уже такой смрачный-мрачный стал человек. Написано, что тот, кто спит долго, будет мрачным. А тянется, потеряется зубами, написано. Это к сведению, что перейдите зубы, не перейдите водку, пожалуйста. Вылетят все зубы. Абанка. А вот, и он ко мне подходит, в таком мрачном состоянии, говорит, слушай, ты как, можешь меня поднимать? Мимо моей комнаты пробегаешь, стук мне у дверь хорошенько, переводи, скажи, что ты у тебя просыпался, чтобы я тоже успел на занятии. Говорю, конечно, разбужу, сказал бы сразу, ты все. Эй, я уже бегу, тоже мне минута в минуту нужно убежать. Я вспоминаю, стучу ему дверь, как это, ну открывай, ты встал, нет, он там, в постельный, такой-то вырослый. У него здесь другой настоит, вот я уже бежу, и он такой уже. Я говорю, ну как, ну вставай, я уже убегаю, все, я уже пошел. Говорю, я опять мрачный, курить с утра, не ест, ничего, переживай, я уже угоню, из учебного заведения. И слушай, ну подними мне по-настоящему, ну сбрось меня с кровати, там, или одеяло с ним, ну как это делают, я с удовольствием подниму, да, давай, и захожу в комнату, так, ногой дверь, так, давай вставай, одеяло с ним, и он мне что, когда его стащил с кровати, он встал, взял подушку, ударил меня несколько раз, вот, снова бросил, укрылся в атаку, такой энергичный, решительный. В нем прихожу, опять сидит, говорит, мрачный, думает, меня вот выгонит из училища такой, жалкий вид у него, знаете, виноватый, несчастный, то есть пощадите мою жизнь. Он говорит, разбуди меня как-нибудь. Дорогой, я хотел бы что-нибудь будить-то вообще, я в тебя уже и так, и так, ты что-нибудь дерешься уже. Он говорит, ну вылили на меня воду, ну что-нибудь придумали, ну меня выгонит, вылили. Но это я понял, что это уже опасно, решимость спать все равно, понимаете, с этим делом ты бы ничего не поделаешь. Человек хочет так жить, но ничего не поделаешь, поэтому нужна практика. Практика значит, что я этого хочу, я это буду делать. Это зависит от общения, есть такие люди, которые могут нас вдохновить это делать. Мы слушаем и думаем, все, я это делаю завтра же. И делаю это все. Вот это называется общение. Правильно, общение. Когда общение возвышает нас делать, то, что мы обычно сами по себе делать не можем, а вот вместе можем. То есть влияние общества или личности большое очень. Скажем, я сам по себе не очень культурный человек, но в обществе я культурный человек. Или когда другие, при свидетелях, я конечно живу по другому себе. При детях, допустим, меня это дисциплинирует. При начале, особенно, общий дисциплинирует. То есть поэтому мы в такой среде живем, организуем так, чтобы быть на каком-то хорошем уровне. Значит, мудрость – это способность жить по этим заговорам. И духовность, мы говорим, вера, вот теперь она развивается, в конце концов, есть практика. К чему же приводит практика духовная? к очищению сердца. На санскрите это называется анардха невритель. Я объясню это слово. Невритель означает нет, очищенное, отсутствие. Все. Отказывается от этого сказать. Анардха означает пороки. Какие-то плохие качества, ненужные. Анардха означает нежелательные качества. Три порока есть у мужчины. Для мужчины это три всего порока. Это жадность для мужчины, это страшный порок. Трусость – страшный порок. И незнание цели жизни, и бесстерильных существовала. Вот это три страшных порока, откуда исходят все остальные его плохие качества. Мужская. И у женщины пороки, значит, плохая жена, плохая мать, плохая дочь, плохая сестра, плохая любовница. Плохо понимают эту любовную машину. Вот это пороки женские, из которых происходят все остальные проблемы. Если она имеет все хорошие женские качества, мужчины, мужские качества, они могут жить в мире, дополняют друг друга. Более того, женщина считается святой ведом, которая живет в мире со всеми родственниками. Достаточно женщины просто быть мирные со всеми родственниками, чтобы считаться святой, чтобы поклоняться этой женщине, прожила эту жизнь до старости, в мире со всеми. То есть они миротворцы. Это очень высокий уровень оценки для женщины. А мужчина, он по натуре воин, он наоборот. Он как-то решает конфликты, он разбирается в этих вопросах, то есть применяет какую-то силу, решение, администрацию и силу физическую. А женщина ожидается именно мир творчества. Но мужчина не должен быть жадным или жить бесцельно, особенно трусом. И мы видим, что этот страх, страх для мужчины позорное качество. И он преодолевается именно духовностью, верой полностью. Потому что, когда человек обретает любовь к Богу, он уже не боится ничего, ни смерти, ни жизни, ни следующей жизни, ничего. Ничего, абсолютно бесстрашие. На этом уровне он не зависит ни от астрологических факторов, ни от общественных мнений и формаций, ни от духов и привидений, ни от черной магии, ни от чего. Это уровень духовности, уровень любви. Он не достигает для всех низших качеств. То есть, так же, как с лотоса, сюда скатывается любая чистая и грязная вода. Он всегда остается незапятанным. Это состояние духовности, чистота, идеальная, трансцендентная чистота. И даже, если что-то нечистое падает от него, он способен это очистить. Поэтому, есть слово, специально означает это качество, шутха. Чистый, но не совсем точный перевод. Чистый. Но чистый все можно испачкать, а вот точнее будет сказать антисептик. Вот чистый и еще очищает все вокруг. Вот, вот такое свойство. Это значит духовный. Вот, представьте, если человек обладает такой мощной любовью, то естественно все вокруг от него начинает трансформироваться в любовь. Естественно, как вот, железо, берите раскаленное в огне, касаетесь, но все обжигает, видите. То есть, раскаленное, вроде железо, а вот другого уже качества. Да, вот мы люди, но у нас разные качества. Одни распространяют вот анартии, плохие качества, другие распространяют хорошие качества, разные идеи, волей-неволей мы общаемся, распространяем что-то. Мы проводники. И есть люди, которые называются слуги Бога, и слуги кали, кали-челы, то есть, они проводники каких-то плохих энергий. Вот преступники, вот эти вот князы, все общества, они тоже распространяют вот эти вещи, у них есть своя преемственность, свои законы, воровские, там любые, какие угодно. И так, если тут качество жизни, например, есть семья, у всех есть семья, но нас волнует другое, хорошая эта семья будет или плохая, качество, вот что. А у нас у всех есть дети тоже, но нас волнует другое, а какой это будет ребенок, хороший или вот нет. Именно качество. Из чего начинает это качество? Вот отсюда. Эти качества означают, что я должен сам избавиться от своих анартов, от нежелательных качеств. Я от нас за анартов, вы не верите как, при помощи вот этой самой практики. Духовные практики. Ежедневные, духовные практики. Это как лекарство. Каждый день, дозировано, нужное время, мы принимаем, и эффект есть. Смотрите, работает, оказывается. Если лекарство авторитетное, я правильно применяю, несомненно, будет выздоровление. Факт. Лекарство есть. Осталось научиться применять его, то есть найти в себе эти силы. Откуда? Отобщение. У кого какие-то вот эти центры открытые, они дадут нам эту энергию. То есть мы берем взаймы сначала. Или другой пример. Дрова сырые не загорятся в огне сразу. Хотя там есть огонь. Но пока они сырые, они не горят, они не дырят. И все же дрова кладут либо рядом с огнем, либо в огонь. Огонь же и высушивает, и дает способность гореть дальше. А потом уже человек самостоятель, самостоятель. Нам необходимо общение, чтобы как бы выпарить все эти вот волны, вот эти вот недостатки. Анардха, мы сказали, это все дурные качества. Главное, Анардха, это вожделение. Или вот привязанность вот к этой вот чатой, страха. Когда у человека предлагаете что-то возложить на хорошее, каких только аргументов он не придумает, чтобы не принимать это. Например, вегетарианство. Вот я на своем области насыщался, что-то я не насыщался. Как только люди не защищают этот принцип. Миссередия, который привязан к нему. Говорит, вегетарианство необходимое условие для духовного развития. А как же наши деды ели, наши прадеды ели, пятикантропы ели, традиция. А как же там белки, аминокислоты и все остальное. Они начинают такое привыкнуть. А у меня гены вот такого человека, я вот, понимаете, на севере живу, я не выживу без мяса. Что только они не придумают, Боже мой. Это все анардха называется. Анардха означает желание есть мясо. И под это желание подводится без численных аргументов. Хотя без мяса как раз каждому будет очень хорошо поправить свое здоровье и сознание. Абсолютно каждому человеку это необходимо. Если он хочет очиститься от недостатка. Потому что есть мясо, это уже недостаток. Желание есть мясо, это уже анардха. Чужую плоть есть, представьте, это уже извращенное сознание. Это правда. И когда сердце очищается, происходит очень интересная вещь. При этом, а вы сами это почувствуете, вам не нужно будет говорить со стороны, чистое ли сердце или нечистое сердце. Нет. Совсем не нужно будет. Сейчас я объясню. Вот есть такая простыня, она была когда-то белой. Ну а теперь она вот, или одежда, скажем, была белой. А вот я работал, работал там, окрасил там маляр, штукатур, и вот я весь теперь вот в пятнах какие-то краски. И вот на эту мою одежду попадает еще одна пятышка грязная куда-то. Никто это не замечает, На такой одежде вы не заметите. Но на чистой белой одежде вы заметите малейшее первенышко. Вот называется анарт, вы не брите. В таком сердце вы не можете скрыть ни от себя, ни от других, ни одного плохого качества. О, как это делается. Вот невыгодная ситуация, смотрите. Сердце чистое, а скрывать, ему теряется способность скрывать, потому что нет их пятен больше. Негде скрывать. И чем выше вы продвигаетесь, тем труднее скрыть свои недостатки. Если у вас открытыми, естественно, и простыми. Вот этого люди тоже боятся. Духовно же чистоты, потому что тогда пространство не может быть. Мне скрывать-то будет нечего, тогда я не смогу скрыть свои недостатки. В общем-то я должен скрывать тщательно свои недостатки, иначе как-нибудь люди будут принимать. Должен делать вид, что я положительный человек. А здесь все будет открываться, выворачиваться, вся эта нечистота на животе нарты мы должны выбрасывать наружу, это все выкидывать, 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 отказываться от всего. Но на самом деле, послушайте внимательно, когда вы занят этим процессом, а нарты не видите, очищение сердца, и люди это видят, они будут понимать, что вы, на самом деле, очень хороший человек. Вы столько сделали ошибок, и вы признали их себе, и вы их исправили, и вы улучшили себя. Ради других людей вас будут всегда разрушать, просто вас будут люди сильно любить себя, чем того человека, который постоянно скрывает свои недостатки, проявляя их, оправдывается постоянно, аргументирует, почему он так делает, почему нужно его всегда оправдать. Прямо в противоположной концепции вы видите к счастью. Именно открытость, честность, доброта должна быть. Никакого фактора скрытности, это все нижние чакры, страх опять же. Бои позди, что моя репутация пошепнется, а как раз наоборот, она не пошепнется. Побинную голову меньше не стечет. А вот когда человек не признает свои недостатки, его накажут очень сильно разоблачать, очень сильно. Законы природы тоже суровые. И вот когда сердце очищено на 75% примерно, примерно 75%, 25% остается нечистоты, вы чувствуете сильное счастье внутри. Просто когда глаза открываете утром, с первым вздохом вы чувствуете такое счастье в возрасте. Вы просыпаетесь, даже не думаете, что это тяжело, что это надо делать, естественно, нужно подняться, солнце вот-вот зайдет уже. Вы чувствуете прану, ваши чувства начинают быть проводниками знаний и счастья. Потому что на уровне духовности между чувствами, умом, разумом и душой разницы нет. Нет. Если могу есть вкусную пищу, а счастье не испытываете. А на другом уровне вы едите любую пищу, испытываете счастье. Ну, вкус имеется для них, не любой сорт пищи. Пища вся должна быть чистая, понятное дело. И вот у нас не вкус самой пищи соленая, сладкая, а ее чистота интересует. Вот этой чистоты будете счастливы. Любой вкус будет трансцендентным. Любой запах будет трансцендентным. В природе нет ничего дурного на самом деле. Это просто недостаток восприятия, осознанности. Итак, 75% сердца чисто вас признают святым человеком. Все вы признаваете. Но вы будете знать, у меня еще столько грязи внутри. А как же вас признают святым? За что? А потому что 25% вы держите при себе. Вы никогда это не проявляете. Вы никогда не проявляете свою зависть, своих нет, свою жадность. Она есть. Но вы никогда не проявляете. Никто этого не видит от вас. Значит, 75% дает силу. Контролируйте эти 25% как будто их и нет. Вы уже живете как чистая святая личность. Но еще знаете, что сердце еще достаточно чистое. Так чувствуйте знание, знание откровения, релив счастья, большой любви, широкой духовности. И в конце концов, когда сердце вы достигаете уровня ручьи. Санскрита ручьи перевести как можно вкус жить. Вкус. Ну, что такое ручьи? Ну, помните, юноши, девушки влюбились. Сильно чувствуют. Сильно влечают. Это называется ручьи. Вот. Вот вы достигаете, когда сердце чистое. Вот они невинны еще совсем юноши, девушки еще не знают ничего, что там такой секс, как друг друга обманывать, эксплуатировать, как вот еще не вступили в эти отношения, а над. А вот патроническое чувство, просто невинность какая-то. У них никаких даже планов нет, завладеть кем-то, чем-то. Вот такое невинное чувство, очень глубокое, ручьи. Как бы это напоминание, что есть где-то счастье. А потом на это наворачивается куча извращений, куча недостатков и люди потом и не верят вообще в любовь, когда проживают жизнь. Как же нет? Была, вы чувствовали это, потеряли просто. Потеряли, потому что нужно было очищать сердце, а не идти на поводу чувств. Так любовь перемутывается. И вот этот ручь, он тоже развивается дальше, это еще не все. Сейчас дальше вы с ума сойдете, что дальше ожидает человека? Ручь это еще не все, это только как бы начало, как таковой духовной жизни. Но ручь развивается превращается в асапти, написывает слово интересное. Асапти означает сильная привязанность к Богу. Не ожидали такого оборота? Может, вы думаете, что невозможно привязаться к Богу? Что это какая-то фантазия или абстракция? Может, привязаться только к человеку или к собаке или к животному привязаться? Может, привязаться к предмету? Можно привязаться к какому-то красивому явлению или скульптуре, или картине? А Богу как привязаться? Погодите, о чем он говорит? Нет, нет. Асапти означает, сильнейший, в чем дело? дело в том, что я есть душа, а он тоже душа. Мы оба духовных. Это самое сильное привязанность. Вот тут вы чувствуете абсолютно родственную связь, глубочайшую родственную связь. Никаких доказательств не нужно объяснений. В этом состоянии вы не требуете никаких объяснений. Вы все знаете. Это так же, как ребенок, потерянный в супермаркете или на вокзале. мама ушла куда-то, потерялся. Что он будет кричать? Будет звать? Будет несчастный. Хотя столько людей вокруг, он несчастный. Но только мама пришла в злой на руки, он тут же счастлив. Как он знает? Ему нужно объяснить, это родственное чувство. Естественно это происходит. То есть телесная связь, родственная связь, и есть духовная связь с Богом у каждого из нас. Вот это называется возлюби Бога, любовь Бога. И отсутствие всяких страхов. Когда ребенок на руках у матери, он больше ничего не боится. Толпа его не пугает, ничто его не пугает. Он становится смелый, решительный, что-то не требует, что-то получает, управляет еще, что-то Он даже не знает, сколько это стоит, с чего это стоит матери, исполнит его желание, его что-то принимает хочу и все, давай. Я тоже терроризировал свою мать, когда был таким маленьким. И каждый из нас был таким, правда? Вот да и все. И иначе покоя тебе не будет. Буду орать днем и ночью. Не пить ногами, не пойду и не буду так, и не так. условия стали суровые, тематумы выдвигают. И вот душа такая же, она на самом деле беспомощна, она всегда хочет получить чего-то то, что получить невозможно, правда же? Наши планы знаете какие? По глазам уже видно. Вы же не зря записываете все сейчас, слушайте. Вы же хотите достичь чего-то невероятного, это же видно, вера у вас высокая очень. А как же в этой исполнке при помощи денег и каких-то материнных энергий? Невозможно. Нужна высшая энергия для этого. Вот вот эти отношения нужны сверху. И когда любой Бог обретает, зачем нужны глаза ему, зачем уши, зачем язык, зачем тело, зачем ходьба, для чего все это, почему? Он начинает понимать, это не теория Дарвина, это не обезьяна причина. В Боге истина. В обезьяне, понимаете? Истина, а в Боге как-то. А Дарвин говорит, что в обезьяне истина. Обезьяна стала человеком. Ну не знаю, как она догадалась до этого. Как-то запланировала, она ее с утра пораньше поднялась, она тоже победитировала, и подумала, а почему не стать человеком. Запасно. Я уже вот встала на две ноги, две руки освободила, палку взяла, и началось все. По плану, правда же? План был не ее, если даже это так произошло, хотя так никогда не происходит. Дарвин посмотрел на внешнее сходство, и подумал, вот очень похоже обезьянный человек, похоже, что они как-то связаны с чем-то. А вообще до обезьяны еще был там собака, или там бурундук, или... А сначала была водорец сине-зеленая. Сине-зеленая водорец, она выживает в атомном реакторе, она живет где угодно, поэтому вот она была в начале, в начале была сине-зеленая водорца. А в Библии, в начале было слово, и слово было Богом. Говорит, нет, сначала была водорец. Она случайно вот в этом вот супе, бульоне, когда все варилось, знаете, на планете, кипело там, горело, ну и так далее, и при определенных обстоятельствах вот эти вот случайно совершенно скомбинировалось, и сказала, все, теперь мне не вышибайте никаким реактором. Теперь я вам покажу, я начну эволюционировать, я все тут захвачу. Она уже имела планы, видите, от амебы до человека, она уже предусмотрела все. Если нет планы, если все случайно, тогда это сине-зеленые водоросли, они все, видите, это делали сами. Потом она стала уже многоклеточная, потом она уже превратилась в такие длинные, капусту морскую, потом стала на берег выглядывать иногда, и подумала, почему-нибудь у тебя сушочек. И стала она рыбой, а рыба уже вылезла на ил, ей понравилось, сказала, нормально, поэтому ноги отрастила, вот планы, я отбросила, чертова матери, пошла туда, залезла на дерево, упала, как раз там крылья отрастила, переспособилась, там бурундук, там птица, и от бурундука потом собака, от собаки медведь, из медведя обезьяна, из обезьянный человек, и все, вот мы с вами сидим в Омске, скушаем ядерю. Вот всю эту историю. Вот такие бреды. То есть, из какой чакры исходит, скажите, эта концепция? Объясните. Какая-то чакра, тут замечена, явно, не разум, чакра какая-то работает. Вот и ученых, вот и наблюдателей. Пятая? Да нет, все это первая чакра, и вторая. Ну, опять же, выживание, дивергенция, это же, опять же, борьба за выживание управляет себя этим. Опять же, страх. Страх и желание, страх и желание, они объясняются всю жизнь вот этими двумя чакрами. И, третья чакра, деловитость. И, как я сказал вчера, деловитость, значит, вы достигли высшего уровня, вот, по материальным подсчетам, современным. Если вы деловой человек, можете жить по минутам, по секундам, о, это вообще фантастика, то, что вы так умеете делать, в семье, внимание, работе, у вас бизнес и капитал, и дома вы строите, не воскребы строите, вы книги пишите, как стать богатым, вы известный человек по всему миру, вы деловой человек. Вы времени управляете. Они пишут такие трактаты. Это, я ловил всего лишь. Это, они даже еще гармонии не достигли. Потому что, жадный человек, никогда гармонии достичь не может себе. Он может стать богатым, деловой. Он может управлять людьми, он может повелевать людьми, но он никогда не обердет любовь, потому что он жадный. Он не может быть гармоничным самым. Он как раз дисгармоничен, потому что он себя оценивает неадекватно, высоко подношен, как обычно он найдет, вот обычный толпец. Видите, что тут гармония? Как раз сильнейший дисгармония. Поэтому деловидность, способность делать какие-то дела успешно, предназначен для того, чтобы развивать гармоничные отношения с другими людьми. Благотворительность. Если вы зарабатываете какие-то лишние деньги, позаботьтесь о ком-нибудь. Есть дети в детдомах, есть больные люди, есть какие в обществе потребности, которые трудно осуществить, но они важны очень в обществе. Школу строят, допустим, или храм можно строить. Вкладывайте тут это дети, вот это гармония в чем. Вкладывайте в свою лишнюю, сбыточную герпу. Если у вас есть какие-то знания, не держите при себе, другим рассказывайте, вот вам гармония. Не копите, не заметите накопиться, как вот эти деловые люди, так называют. Там жадность управляет их делами. Поэтому именно суть в том, что ты сидишь в гармонии, а когда общество гармонично, люди начинают общаться, на очень высоком уровне, посмотрите. Начинают постигать простыми словами. Любой творник будет говорить удивительные вещи. Любой творник, я вас уверяю, в человеке, в каждом это и есть способность раскрывать на себе. Но в соответствии с ведоми есть пять. Пять. Пять существ человеческих, которые не считаются людьми еще. Не находятся в роде человека. Мы перечислим их. Первая категория людей это тару. Кая. Кая. Тару — это растение. Кая — человекоподобное. То есть человек подобный растению. Что это означает? Это человек, форма человеческая, но разум его заблокирован. Тару — со всех сторон. Блок. Ему трудно выразить свои мысли или эмоции. Тем более сделать это красиво или талантливо. Невозможно. Трудно раскрыть себя. А хочется. Потому что это человек, какая-то форма. Ему нужно себя. И поэтому у него страх раскрыть себя. Или не понимание, как это сделать. Он опять же боится, что его не поймут или какую-то глупость скажут. Или просто не знают, как это все объяснить. Нет у него способностей не выразить. И тогда он напевает. Имеет такую склонность. Для него это просто необходимость становится. Потому что когда он напьется, блок как бы это ослабевает, и он начинает раскрывать себя. Люди, ну лучше бы ты не раскрывался. Как раз тебе лучше вот закрыть его. И тогда не нарушаешь общественные порядки. Начинает такое болтать, такое говорить. Несчастье. Или буямить, или все что угодно. Неуправляемая личность полностью. Это та рука. Знаете, что я так описываю? Растения кажутся мирными. Потому что они неподвижны. А вот если бы они могли двигаться, они могли бы совершить очень много зла. Это написано в ветрах. Я не знаю. Вот такая информация. Кто-то знает. То есть они скованы не случайно. Бодливый корой бог рога не дает, если какая-то словится. То есть они наказаны, эти живые существа, неподвижным существом. И они полезны в этом состоянии. Очень полезны. И вот эта та рука, человек, который не может себя раскрыть, он обычно зависит от других. Другие говорят ему, что он должен делать, и так далее, как-то управляют. Вторая категория. Матья. Матья, Каля. Человек-рыба. Сейчас я покажу, что такое рыба. Функционально. Значит, у рыбы главная вещь, что это? Два глаза телескопических по бокам. Круглые. Смотрят так вот объемно. И посредине рот. Правда же? Вот главное. Потом тут у нее такое, вот тело скользкое. И плавник, гвозд и стабилизатор. Вот она вот так вот делает, и смотрит. Что плывет к ней. По жизни. И когда к ней что-то плывет, она кротно скрывает, в лоб и сликает. Все, удача. И дальше. Вот смотрит. В лоб. Вот так она живет. Но когда что-то плывет мимо, она обижается. И звезды живут в Агамо. Почему не мне? То есть это такое сознание, что все для меня. Она верит, что в будущем, все из будущего просто придет само по себе. Нужно просто внимательно смотреть, где что плохо лежит. И все. Рот на готове лежит. Не важно, как что-то тут урвать. Это люди, которые вот обижаются по всякому поводу. Пришел в общество, скажем, какое-то. Его не заметили. Все, уже обижены. Водки налили. Не так на празднике много. Все говорят, ну что такое? Что расстроили? Что с тобой ухудшили? Да ничего. У меня есть, знаете, на что обижаться. Вот по всякому, он умеет эти мелочи замечать, он обижается вот этих обиженных людей. Их полны, полны сейчас кругом ходят. На жизнь. И на президенты обижены, и на работе обижены, и дома обижены, на детей обижены, на себя обижены, и на все, на все, на все. И на 12 год тоже обижены. Почему же не такая несправедливая? Недавно я посмотрел научную выпадку, потому что в обществе решается вопрос в области психологии, как быть с людьми все-таки, кто склонен к глубоким депрессиям и суицидальным состояниям. Сейчас это беда в некоторых регионах, серьезные суициды, депрессии, шизофрения, то есть эти отклонения психические. И ученый интересную сделает разработку. Я был потрясен. Называется поркотерапия. Поркотерапия натуральная. То есть человеку прописывают, в соответствии с его состоянием депрессивным, прописывают порку. Розга, значит, потом. Врач должен определенной комплекцией быть, там высчитывается, чтобы он не убил, но и мало не показалось. И вот это розга, он должен его привязать к скамейте, он там согласен с подписями, это все делается, потому что лечить она для человека, правильно? Антидепрессанты не помогают уже, знаете об этом. Но какое-то время. И 60 розов, до 60. Два, три раза в неделю. В течение двух месяцев вкус жизни возвращается. Все, они уже проэкспериментировали, проработали. Мы скоро будем в Омске уже вводить эту терапию. Не сейчас, а вот в следующий мой приезд мы уже начнем. Если у кого-то есть такое состояние депрессии, ну прямо на сцене здесь можно начать. Но работает. Это дедовский метод. Я вспомнил, наверное, когда прочитал, что в буддистских монастырях это применяли всегда. Всегда. То есть, когда послушник вот впадает в такое состояние, молодой человек, обычно это разбитая любовь или вот такие тяжелые состояния, причиной, либо не хочет подчиняться, слишком там его давят. Есть суицидальное состояние, жить не хочу. Если они делают такие попытки, то настоятель его жестоко избивает палкой, как связав предотвратитель. Жестоко избивает. И возвращает его к жизни. Вот простым таким способом. Вот. Пожалуйста. Это адобиды. Следующая категория. Пашу. Пашука. Пашу означает животное. Человек-животное. То есть, животное становится агрессивным в присутствии объекта чувств. Вот тигр ходит, один под джунглем, или лев ходит по премии какой-то там. Вдруг увидел газель какой-нибудь там. И агрессия, все. Или животные между собой не могут поделить какой-то кусок присутствия объекта чувств, у них они сутся агрессивными, что бывает не видно в конфликта. По людей это проявляется из-за женщин и денег. Ну, это сюда хоть недвижимость, собственность, что угодно. Но вот две причины. Это противоположный пол и деньги. За что они будут биться? Вот агрессию используются. Это человек-животное. Ради денег он может убить кого угодно, если большие деньги. Если большие деньги, это все легко сделать. Это Пашука. Следующая категория, это все ведь опасные. Опасные типы становятся. Сейчас еще более опасный тип будет. Это Прета-акая. Прета означает привидение, дух. Человек-привидение. Очень интересно. Вы таких людей тоже, наверное, видели много раз уже. Опасные, в всяком случае, сейчас узнают в своей жизни. Вспомним все примеры. Это люди, которые умеют принимать любой образ. Любой. Они владеют иллюзией. Они знают, как пользуются атрибутами. Как одеваться. Какой дипломат. Какая машина. Какая прическа. Какой дезодорант. Они все это по-хорошему. Они хорошие психологи. Они безвами будут таким, как вы хотите именно. Мастера большие. Но они всегда вас обманут. Обязательно. Они потрясающие впечатления произведут даже. Они будут культурой, словом могут владеть, чувствами, эмоциями, атрибутами, но это ради обмана все делается. Больше исключительно ни при чем. Вся эта реклама, вот эта городская, что навязывают эти вещи, это все относится к этой категории бреда. Она не приносит пользу человечеству. Не развивает какие-то хорошие качества. Она просто забывает то, что никому не нужно. Хлеб нужно рекламировать. Буханку хлеба. Чистая, как слеза, или молоко. Рекламируют. Нет, это жизненно необходимые вещи. Соль никто не рекламирует. То есть все необходимые вещи, и так все знают, что они нужны. А вот когда они не нужны, их начнут рекламируют. У них нет никакой необходимости. И особенно в мире здравоохранения сейчас очень много вещей, которые человеку абсолютно не нужно. Он должен знать природу, а не химию. На какие-то аппараты или тренажеры нужно знать природу. Это нужно делать все на природе. И упражнения, и жить, и дышать, и есть. Это нужно связывать с природой. А не со столовыми, с какими-то технологиями, с какими-то анализами, потом эти диаграммы, кардиограммами и все остальное. Когда вы заходите к врачу, который смотрит на вашу кардиограмму, даже на вас можете не смотреть, правда же? Смотрит на ваши анализы, на кардиограмму. Все понятно, лекарства, все видите. Никаких отношений. Деньги платите, получаете. При этом. И пятое. Ракшас. Страшное слово. Я даже не знаю, смогу ли вы объяснить так. Ракшас – это очень тяжелое слово. Но и таких людей редко мы видим, но бывают. Ракшас означает, буквально, если перевести это слово, людоед, пожирающий чужую плоть. Или психологически это человек, который эксплуатирует других. Это диктатор. Который не терпит никаких возражений. И его мнение всегда выше всех, и его желание будет исполняться. А не хотите, я вас заставлю, вас подчиню. А вы будете сопротивляться, я вас просто ликвидирую. Все. Разговор короткий. Либо, как я сказал, либо просто вы не живете в этом мире. Вы сами не живете. Жить перевешиваете. Это ракшас. То есть они думают, что здесь хозяев в этом мире. Вот эти пять существ не являются человеческими. Человекоподобные несут веры. Кая. Не человек. И человек начинается именно с веры. То есть, конечно же, человек – это качество, но прежде чем развеют качество, нужна вера. С веры начинается. Если у нас нет веры, не будет никаких качеств. Никогда мы не раздаваем ничего. Потому что вера, которая называется как будто жертва, ради чего-то мы должны разжить. Ради этой вот веры мы должны пожертвовать многим тогда. Если нет этой твердой веры, как же мы пожертвуем? Мы не председали ни жадность, ни зависть, ни какие другие анардхи. Не очистим сердце. Поэтому вера должна быть научно подтверждена в нынешнее время. Слепая вера не подойдет. Это стресс. Слепая вера – это большие проблемы в обществе. Это дисбаланс. Слепая вера – это серьезные разногласия, это религиозные войны, это различные формы насилия, превосходства, борьба за власть, мировое господство. Кстати, религия – это самая большая власть в мире. Самая сильная власть. Поэтому тут нужно быть осторожным. Вера должна быть научна. Не религиозна, а научна скорее сейчас. Можно быть религиозным, но не верить в Бога, например. Знаете об этом? Ну, то есть можно, например, видеть Мухаммеда, Иисуса Христа, а Бог мне очень интересует. Я встречал много таких людей. Они приверживаются религии, а Боги ничего не знают. И даже не хотят знать того. Они думают, если Бог есть, и Он вот такой близкий, тогда зачем Иисус Христос? Тогда Иисус Христос теряет силу, что ли? Тогда моя религия не нужна. Он сильно ошибается, конечно, он начинает так думать. Отделять. А Иисус сказал, я и Он одно. Мы вместе. Это неотделимо. То есть, если вы знаете Бога хорошо, вы лучше примете Иисуса. Еще больше не связи придетесь. Через знания. Потому что верить в Иисуса и знать Иисуса не одно и другое. Люди верят много в Иисуса, но понятия имеют, кто Он сам по себе, как Личность. Что же для Него дорого вар, чем Он живет и где Он сейчас живет. Понятия людей готовы. Это пример того, как есть вера и есть знания, они отделяются. Их нужно совместить. Вера и знания есть. То есть, наука и религия живут всегда вместе. Итак, духовность. Она преодолевает все преграды. Она источник мудрости, философии, гармонии, деловых качеств, чувств. И страх, единственный здоровый страх, это потерять духовность. Забыть Бога. Вот это настоящий здоровый страх. Например, как вы любите кого-то, вы тоже очень боитесь потерять духовность. Правда же? Естественно. Это тоже страх. Но это уже здоровый страх. Вы любите ребенка, и вы боитесь за него. Жизнь вы оберегаете. Это здоровый страх. Но если вы боитесь на основе, а вдруг, это паранойя. Это разве всех психических планений. В конце концов, будет поркотерапия. А иначе, как верить. В ряду какие-то несчастья, будут нас сбить, невзгоды. Вот люди боятся войны. А во время войны, они привыкают ко всему этому. Они не боятся уже ничего. Они уже видели разорванные тела, и все, что угодно. Видели их уже не запугать. Люди старые прошли, сейчас это все. Они ничего не боятся. Вот духовный учитель едет в Индии в машине. Ну, водитель за рулем, он на переднем сиденье сидит, сзади его ученики. И едут. А индийское движение, это не в России. А вот, где есть пустой метр, туда все, кто вперед просто. Небольшие мастера вообще. Как они говорят? Просто будешь шокированы, как двигаются, как ездят водители на дорогах. На интуиции. На интуиции у них очень высокая. И для нас это просто непостижимо. Как это все там организовывается, боже мой, не сталкиваются еще к лету. Но иногда сталкиваются, и так сталкиваются, что страшно становится. Потому что грузовики еще большие едут. И вот они едут на дороге на какой-то скорости, допустим, заснул, задремал. И в это время грузовик раздавил человека. Не сбил, а прямо раздавил колеса по асфальту. Там что-то переносило, какой-то корзином, с фруктами или овощами. Вот так вот просто пятно. Просто размазалось. И ученики этой напрямые глаза подошли. Они были полной шоки. Просто шок. Страшно. А гуру спал. Они умолкли, ехали дальше с этим впечатлением. Потом гуру просыпается. Говорит, Боже, мы сейчас такое видели. Только что грузовик раздавил человека по дороге. Прямо просто пятно, как изнаградный грозник. Говорит, вы шокируетесь, потому что себя ты раздавляетесь с телом. Поэтому боитесь. Вот видите, написано. Душу нельзя разрезать, сжечь, взорвать, издушить, растворить. А тело можно. То есть очень важно это знать. И что же мне делать? Если я это слышу, а страх остается. Я скажу, да я понял, я понял. Я душа, я бессмертный. Все, как только замахнулись, я а-а-а, испугался. Что же мне делать? Чакра работала, он открыт. Открыть другие центры. Другой пример есть. Этот же учитель жил в Калькутте когда-то. Он уже ушел с планеты. Ему уже больше ста лет, если так еще не рассчитывать. Жил в Калькутте в годы мировой войны. Второй. И город Бандыри. Бандыри планомерно. Квадрат за квадратом, район за районом. А этот человек, который в будущем стал очень известным духовным учителем по всему миру. Вот эти книги он как раз писал, комментировал, издавал по всему миру. Более чем на 60 языках сейчас по всему миру не распространяются. Это очень активно. Это его труд, собственно, всей жизни. Он в то время служил божествам у себя дома. Он для них готовил пищу, предлагал. Все, что он ел, сначала предлагал своим божествам в Ратхагавиде. Такова традиция. Пища должна быть освящена. И вот он стоит, готовит качоли. Это в глубоком масле пекутся. Острая начинка, овощная, острая. И такие печеные, мучные, такие очень вкусные штучки. И вот оно в печь, вот в этом масле. И тревога. Воздушная тревога. Бомбардировщики. Ну, каждый день происходит планомерно. И люди бегут, бомбежище, все сбегают с этажей, за ним сбегают. Бабаджи, надо уходить. Бомбежка. ГТС, сейчас я закончу, я отложу на коробе божеств. Я спущусь, вы идите, я подойду. Эх, подождите, подождите. Не понимаете. Дело в том, что вот вчера бомбили вот этот район, соседний. А сегодня будут наш бомбить. Очень опасно. Нужно срочно идти вниз. Сейчас же. Вы уже слышите звуки? Уже орех моторов. Я сейчас, мне нужно на коробе божества. Я не могу идти и прервать процесс. Я служу божествам, сейчас служили. Не, 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 не. Папа же, вы не понимаете, понимаете. А сейчас бомба на голову упадет. И взорвется, да, понимаете. Вот здесь, сейчас. Знаете, что он сказал? Если бомба упадет мне на голову, я в ней увижу Бога. Идите. Не беспокойтесь. Я накормлю его и смущусь. Вот так. Вот это бесстрашие. Его имя было Абхай. Бесстрашный. Его духовночек так назвал. Абхай. Бесстрашный. 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 Сейчас только начало. Вот сейчас, то есть много людей, мы как бы сказали, психика пошатнется у многих, потом, чтобы уделиться на людей, которые занимаются духовной жизнью, другие не будут заниматься духовной практикой. Это общество разделится. Уже сейчас процесс происходит. То есть, очень сильно изменится наша формация, наше отношение. Сейчас уже государственными управлять не сможем. Мы сами должны управлять свежими. За нас теперь не то, что нет. Тогда наша партия коммунистическая за нас пыталась все делать. Вот бесплатное образование, вот мы всем зарплатам, все породном выделили, не отчетников. Это породило множество, множество людей, которые стали просто поразимыми обществами. Не сунами и все остальное. Нет. Теперь мы должны иметь собственный разум и знания, чтобы жить в этом. Вот это и есть истинное, реальное существование. Человеческое. Выживает будет человек, который именно имеет качество добродетелей и обладает именно любовью. Вот сейчас другая формация, другие будут законы вводиться. Ну, именно вводится времени. Так. Уже это. И так, на страхе мы проживем все эти семь чакр, ознакомимся. Потом проживем на чувствах от 7 до 14. лет на чувствах проживаем. Все. Тут мы очень капризные, очень требовательные, очень категоричные чувства, как я в юношеском возрасте. Затем на 21 год начинается уже деловитость. Я нахожу уже применение в какой-то профессиональной сфере. проживу и проживу все эти чакры на уровне деловитости и духовность, все остальное, все проживу здесь. Потом я проживу в какой-то гармонии, если я смогу построить ее, способен буду, если я буду честно строить все деловые отношения, то я смогу достичь гармонии. Честность главный. Фактор. Вот когда мы что-то делаем, тут должна быть нравственность и честность, иначе гармонии не будет. Не будет гармонии, не будет философии и так далее. То есть блок появляется. Ну, честный труд необходим. Появляется гармония совместного общения, совместных целей. Мы получим еще больше уверенности, что мы вместе всегда достигаем цели. Не по одиночке, конечно же, вместе. И тогда у нас появляется правильное философское понимание совместное. Счастье на уровне понимания, осознанности. И образ жизни дает им силу мудрости. В конце концов, общество одухотворяется. То есть люди счастливы на всех уровнях, потому что продвигаются. И друг о друге заботятся. И живут ради блага других людей. Они всегда счастливы. Вера их тверда. Вера прошатывается тогда, когда старшие не заботятся о младших, а равные конкурируют. То есть равные дружат, а старшие заботятся о младших, давают благословение и знание, и заботу, а младшие принимают от них хорошее наставление и напутствие. Мир будет счастлив от начала до конца. С первого года жизни до последнего, как в Ангеле сказали, наступает время, когда люди будут умирать и будут хоронить, как будто отмечают день рождения. Но так изменится общество. Исказание изменится, жизнь и смерть. Это немножко о чахахе, как мы поговорили, вот как они работают. Это тоже вкратце, но какой же мы должны сделать вывод сегодня? Духовность. В чем же проявляется любовь к Богу? Любовь к Богу проявляется в том, что человек интересуется этой личностью, его качествами, его формой, его окружением и его именами. Очень важно в этот момент имена. Призвавшим Господа спаселся, говорится. Не двое трое во имя мое, там я с ними. Да светится имя твое. Это все Библия. Соломон. Воспевать имя Бога святыми цимбалами и трубами. Все то же самое. Все говорят одно и то же. Что в этот век очень важно поддерживать духовность именно в воспевании имен Бога. Это поддерживается памятование, связь в уме, связь с марганом, память, медитация. Имя Бога само раскроет все. Технология, техника очень проста. Не нужно надумывать ничего. Обычно духовность путается с воображением, надуманностью, напряжением ума и каких-то образов, которые туда, как сон, типа сна какого-то, бодреста. Думаю, что вот это и есть духовность, когда вы спите и там бодрствуете, а бодрствуете, как будто вы спите и что-то вот такое. А на самом деле нужно отпустить ум, отстраниться от него, как и любая йога основана на расслаблении именно. То есть нижняя чакра, она напрягает все. Вам тяжело, и вы начинаете держать. Еще тяжелее, вы еще больше убираетесь, это нижняя чака. А здесь другой подход. Тяжело, вы подаетесь, 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 подаетесь. Как это делать, такие движения, как в природе, дерево, препятствия, так раз-раз-раз, гибкая пошла. Другой способ. То есть здесь йога основана на расслаблении и раскрытие высших чакров. Нижнюю расслабляете, открываете более высокую, расслабляете более, на расслабление, на расслаблении, Не отпускайте, не конфликтуйте, не боритесь, не теретесь. И таким образом, мантру нужно повторять именно таким образом. Отпустите ум. Не напрягайте, не воображайте ничего. Создайте, братцы, звука языком. Быструю. А Харикришна мантру говорит так, нужно быструю вибрацию создать. Хареи Кришна, Хареи Кришна, Кришна, Хареи Хареи, Хареи Рама, Хареи Рама, 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 Хареи Хареи. Это медленно. На самом деле быстрее нужно, бодро, чтобы вы не уснули и мысли не вклинились между словами. вот так и все и все вот что требуется а потом вы увидите сами что будет сама вибрация откроет все что не тут главное не мешать этому процессу не вклиниваться Ложного нужно расслабиться, расслабиться. Как на лечении? Представляете, что расслабились, что хорошо, что не 12 года, уже давно 15. Что нет никаких пашукай, там тарукай рядом. И какие-то еще. Какого-то зла, невежества, все хорошо. И просто повторяете, повторяете. Слушайте звук, слушайте звук. И вы увидите, как начинают работать ваши жизненные центры, ваша прана, осознанность, откровение, здание. Такое получите, что ядерный взрыв ощутить внутри. Какие откровения? Какая реальность внутри человека? Глубокая. Сахастра означает «тысячили песковый лотос». Он открывается постоянно, обновляется. Чакра духовности. Всегда новое, 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 новое. Тут нет никакой судьбы, никакой рутины. Тут постоянно обновляющиеся счастья. «Нава, ява, нам, ча». Вот всегда обновляется. Не вечно юный, застывший, а вечно обновляющийся. Точнее, вы говорите о духовности. А душа вечно молодая, потому что обновляется. Общение. Как драгоценный камень большой, с многими гранями его-то прощает. И всегда малейшая перемена градуса и новый цвет, новый, конечно, новый цвет, новый, много-много-много таких вот тех, как куча. Красиво, интересно. Итак, есть препятствия в духовной жизни. Вот эти три момента могут стать препятствия, в смысле, что мы слишком привязаны к страхам, к чувствам и к деловидности, к выгоде. Тогда очень сложно вот эти четыре обрести вещи, особенно духовность. Духовность вызывает самый сильный страх у людей, потому что это путь отречения. Но отречение, как говорят великие мудрецы, нужно понять правильно. Знаете, на каком уровне нужно быть отреченным? На физическом? На эмоциональном? Нет. На уровне ума отречения практикуются. Я должен думать, что вот это все не мое. Не выбрасывать все это, а думать так нужно, мыслить так нужно. Вот это называется отречение. А когда я делаю вот так, выбрасываю, это называется пхалговое радио, ложное отречение. То есть если вы по назначению используете предметы и не привязаны к ним, это и есть отречение. И разум. А если вы начинаете ненавидеть материю, потому что я душа, то это ложное отречение. Нужно любить и использовать в служении Богу. Тогда все будет полезно и хорошо. У них будет ни одного плохого, ничего вокруг. Как нож, он плох или хороший. Смотря в чьих руках, как используются. В руках убийцы плохо, в руках домохозяйки на кухне хорошие. Если мы знаем предназначение, есть отречение, все будет хорошо применено в нашей жизни. И в семье, и на работе. Это называется отречение. Без отречения, без развития духовности, люди будут философствовать, мудрствовать, лукаво, гармонию создавать только с одной целью, удовлетворение чувств и выгоды на основании страха. То есть, вне духовности страх будет управлять всеми этими вещами. И философией, и образом жизни, и взаимоотношениями, и так далее. Это наша беда современной. Страх, депрессии, психические проблемы усиливаются, разводы, ненужные дети, ну и так далее. Поэтому духовность сейчас крайне важна. Это общение, которое помогает нам открыть эти центры и образ жизни. Мясо и интоксикации не нужны. Ни капли. Даже добавок не применяйте в пище, где есть добавки, какие-то мясные, животные происхождения. Принципиально от этого отказывайтесь. Хотелось бы мы с вами подорвем всю эту мясную экономику. И алкогольную. И экономика в стране перестроится без всяких революций. Потому что некуда будет это сбывать. Они найдут новые пути. А новые пути это только земля, корова, урожай. Вот эти вещи будут процветать. Земля тогда называлась голаврита варша в то время. Потому что каждая пять земли что-то давала человеку. Все процветало. Вот это экономика. Не так, что мы всю дену под асфальт и коров на бой. Это из-за экономики. У них земля может дать любое количество пищи. Вот мы это. Хорошо. Мы уже сказали о практике вкратце. Расскажи и тему до какой-то степени. Теперь можно приступить к вопросу. Пожалуйста. Сколько у нас времени на вопрос? Двадцать минут на вопрос и еще у нас музыка. Что веды говорят о духовном мире? Как там душа себя проявляет и реализует? Веды говорят о духовном мире и все. Все подробно описывается. Рассказать? Все хотите помечтать немножко? Такая красивая сказка. Но она реальна. Духовный мир находится за пределами материальных вселенных. Там нет солнца и луны. Потому что каждая планета самосветящаяся. Там все излучает свет. То есть тьма тоже есть, но это разлет из света. Ну, так вот так. Там нет рождения и смерти. Не существует. Называется это место Вайкундха. Означает в переводе нет никаких беспокойств. Вечность располагается. Эта энергия называется Антаранга шахти на санскрите. А материальная продукция Бахирамма шахти называется. Или есть Атма Майя и Маха Майя. Две большие-большие энергии. Духовная и материальная. Мы с вами сочетаем Материю и Дух в одном теле. Есть душа и тело вместе сейчас. А вообще они отдельно существуют. А вот есть духовные миры или антиматериальные миры, как ученые говорят. Прямо противоположны по качествам материальным. Но здесь все временно, то там все вечное. И каждый шаг в духовном мире в песню. То есть танец. Каждое слово в песню. Там все живое. И стихии, и воздух, и пространство, и вода, и растения. Все находится на одном абсолютном уровне. Там нет невежества. Дерево здесь невежественное, там нет. Там любая форма жизни совершенно несчастливая. Это мир знания, любви. Там не бывает такого, чтобы на вашу любовь не ответил кто-то. Там не бывает такого, чтобы какое-то ваше желание осталось неисполненным. Не случается никогда такого. Там всегда отвечают на любовь, всегда исполняются все желания. Там даже земля состоит из чинтама, из драгоценных камней. И они тоже живые. Там листья живые изумруды на деревьях. А деревья исполняют все желания. Калпа в Рикше. Здесь заводы исполняют все желания. Там деревья. Поэтому там нет заводов, как вы понимаете. Там не нужно плавить сталь, ходить на работу. Природа сама все дает, как это должно быть вообще. Мы должны быть вместе, где исполняются все наши желания. Но тут надо стать духовным человеком. Чистым. А судьбоваться от ложного эгоизма. Итак, мир вечности, мир знания, мир блаженства. Попав в это место, достигнув в этой обители, говорится, живое существо никогда не вернется обратно в этот мир. Никогда не вернется. Более того, с точки зрения вечности мы недолго отсутствуем в духовном периоде. Пошли оттуда. С точки зрения вечности это буквально не больше мгновения. Вот я сейчас просто говорю, мой отвлекся там. Кто вошел, и снова говорю дальше. Вот и все. Я уже здесь. Вот это отвлечение у меня заняло миллиарды жизней материального существования. Я проживаю здесь. Что происходит с человеком после смерти? Ощущает ли он себя тогда как индивидуальность? Помнит ли он о своей земной жизни? После смерти? Да, он все помнит. Пока не воплотится снова. Он помнит даже больше, чем сейчас мы помним с вами. Как раз все всплывает. В момент смерти он проживает свою жизнь за несколько мгновений. Все вспоминает. Все даже, что забыл сейчас, скажем. А там лучше напомнят. Если понадобится, напомнят все. До деталей. Все известно. Все-все. А в нашем поступке на жизнь известно все. Все фиксируется. Знаете, где? В какой книге? Да вот здесь же все носим с собой. Все записано. Никто там не принесет. Мы сами принесем себя. Это и есть самая прожитая книга. И когда на нас посмотрит Бог смерти, Божество смерти, он просто будет читать. Вот, вот это делаю, это делаю. И когда он будет читать, он будет все это вспоминать. Он даже не сможет сказать «Нет, не делаю». Или «Я забыл». Или «Я не знал». Не возможно, tornado. Потому что когда он посмотрит, вы тут же все это увидите. Он посмотрит, вы тут же все увидите. Он все покажет. Вот твоя жизнь. И какой результат? Смотри, каким ты должен стать. Вот такие вот. Значит, и деньги будете переходить. Ну, или в такой вот свехове будешь ходить. Может быть, Вот наоборот, в дворце родишься уже богатым и счастливым. Это от кармы зависит. То есть присуждается тело соответствующее. И вот пока оно присуждается, это новое тело, человек будет все помнить после оставления этого тела. Очень хорошо будет все помнить. Он будет тогда себя оценивать по-другому, как-то его. К Богу даже обращаться будет, даже атеист, неважно будет. Там все по-другому. Я выходил из тела множество раз, там все по-другому. На поверхности земли эти законы существуют, которых мы исследуем. На поверхности земли. А уже в воздухе они другие. Уже в пространстве законы абсолютно другие жизни. Пространство на жизни другая. Здесь земля, вот эта территория, вот что определяет наши законы. Территориальные. А уже в воздухе они другие. А в тонком теле вы на земле не живете? Там другие законы. Вам не нужна такая пища. Все, ценности, деньги вам тем более там не нужны. А все вряд ли. Абсолютно. Даже золото не нужно. Ничего здесь, никаких ценностей в том мире уже нет. Все, это иллюзорно. Так просто принято в этом мире, что это какая-то ценность. Поэтому мудрецы называют золото желтыми испражнениями в этом мире. То, что мы не должны привлекаться здесь. Поэтому когда человек умирает, один человек рассказывает, как он совершил саму близко. Но он выжил. Но он достиг какого-то вот такого состояния, тяжелого, безугорного отчаяния. В конце концов взял ружье какое-то, переставался для груди. И нажал курок. Ну там, говорит, я почти ничего не помню. Вот что-то такое случилось. Даже не почувствовал ничего. А уже потом, через какое-то время, я почувствовал какой-то звон сильный. Тоннель. Какой-то звон тонкий очень такой. От который я не знал, куда деться. И вышел из тела. Вибрация была такая сильная, которая у меня из тела. В прошлый раз об этом было легко. Я почувствовал себя сначала, говорит, хорошо. Буду постановить свое тело. Вот это разодранное. Вот это выстрел. Кровь на это лужа крови. Знаете, что я подумал? Ну и дура. Что же сделать? Вот дура. Это следующая реакция. Нам уже все по-другому. На самом деле, когда космонавты вышли в открытый космос, вот эти американцы, они на Луну собирались лететь. Несчастные. До Луны. Тут недалеко. Рукой подать, как будто. В общем, они полетели. Знаете эту историю. Они полетели туда, а Земля, она стала меньше, да? Меньше, 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 меньше. И они подумали то же самое. Ну и дураки же, куда мы летим? Потом они общались, все это исследовалось. Каждая их мысль исследовалась, все было записано. Это в Академии Наук и СССР исследовали внимательно. Все, что с ними происходило, все, что они ощущали, они стали чувствовать голос Вселенной. Там уже другая атмосфера. Там нет вот этой земной ауры, нет вот этих вот законов притяжения. Там нет никаких вот этих обычных зимних законов. И они почувствовали, что мы делаем плохую вещь вообще. Куда мы собрались? Наше место там. Ну вот там должны жизнь наладить. Куда мы еще летим? Хаос устраивать. Мы здесь хаос устраивали. Тем не менее, летим хаос устраивать на Луну. Мы здесь не разобрались. Они ясно это ощущали. Но когда они это рассказали на Земле, и признали, да, признали сумасшедшим. За такие слова. А советские космонавты, когда вернулись, увидели с орбиты Землю, они были шокированы, сказали, вы знаете, границ-то нет никаких. Это вот мы нарисовали Советский Союз и думали, что это Советский Союз. Попробуйте подняться в горы. Сразу все изменится. Если вы там увидите какого-то человека, вы скажете, о-о-о, здравствуй, заходили, друзья. Вы не знаете, открыли сюда. Там нет их человеческих законов, собственности. Горы. Ничто не мое, ничто не чье. Свобода полная. То есть духовность, близкое место к духовности. Помогает человеку утвориться вот это уединение, вот это высокие вибрации какие-то, космические уже вибрации чувствуете. Да, реализировать хорошо. Но когда вы мантру повторяете этот космос, он приходит сверху сам. Вы его призываете на кем-то. Слышала, что душа перед воплощением сама выбирает, какую прожить жизнь и даже своих родителей. Так ли это? Да, да, некоторые души могут, имеют такие полномочия. Не все. Когда человек с большими грехами убирают, у него выбора нет. Допустим, он же не выбирает себе ад, правда же? Вам же, когда в тюрьму сажают человека, они не предлагают ему, какую камеру хотите, на каких нарах вам удобнее будет действовать. А работу какую хотите выполнять в тюрьме, вас не спрашивают. Просто вот такая одежда, такой номер, такая посудка, такая работа. Будете делать то, что сказано, все. Ну а если вы свободный человек, у вас есть выбор. Так, если вы умираете свободным человеком, если вы не связаны путами греха, конечно, есть выбор. Это интересная тема. И нужно еще знать, как выбрать. Город можно выбрать, страну хорошую нужно выбрать, семью особенно хорошую выбрать. Маму, папу, родственник. Богатые семьи есть хорошие. Не забудьте об этом. Чтобы больше не работали никогда в следующей жизни. Родитесь, все, все у вас будет хорошо. И родители будут духовными, и знания дадут, и деньги у вас будут уже по наследству. И нравственность у наследована, и рождение чистое будет. Да, это большой выбор, хороший выбор. Бывает, что нет выбора. Хоть куда бы уже, не могу. Все. Сына страдает. Хоть в тело собаки, и то спасение такое-то. Скажите, пожалуйста, является ли справедливым такое утверждение? Все наши поступки запрограммированы. И лишь наши отношения к ним формируют нашу следующую жизнь. То есть мы сами вольны выбирать не сами поступки, а не запрограммированные, а то, как мы к ним относимся. Наши качества не запрограммированы, а с собой запрограммированы. Уже есть программа, что будет семья у каждого человека. Ну, почти. Ну, в целом, скажем, у каждого должна быть семья. Программа такая. Но вот какую семью построить отношения, это зависит уже. Это наше. Наша усилия должна быть. Сколько любви вложить или в других идем, это уже наша свобода будет. Любить или не любить, это уже не заставишь. Это наш выбор. Если мы настроены на любовь, то мы проживем жизнь на высоком качестве. Ту же самую жизнь, которую я запрограммировал, можно прожить глубоко. Как мы сказали. Можно жить в одной деревне и понять все. Можно жить в одной семье и быть счастливым полностью. Не меняя жен или мужей. Можно иметь любых детей и научить их воспитать их. Это просто наши отношения, как мы это принимаемся. Вот поступила такая записка. Слушаю вас и получаю наслаждение. Возникают красивые картины. Не иллюзия ли это? Иллюзия. А что мы такого красивого говорим? Мы говорим горькую правду, а вы все равно. А вы наслаждаетесь. Нет, нет, тут есть чем наслаждаться, потому что это знание не раскрывает новые возможности. Нам мы чувствуем, что есть новая возможность в жизни родиться заново. Можно любое того же. Это не иллюзия, а ощущение правильное. Но не придумывать мне ничего на этом фоне. Нужна практика, образ жизни. Тогда ваше счастье будет поддерживаться. С собственными усилиями быть счастливыми. Чем кормить домашних животных? Следующий вопрос. Кошек, собак. Говорят, без мяса они болеют. Кстати, интересно кормить животных. Ну, я кормил муху. Да, да, я лишь расскажу эту историю. В Алма-Ате мы жили. Креман начался, сейчас уже снег выпадал. А мы в квартире муха жили. Уже все мухи давно уснули там на улице, а я тут летала. Я утром мантру повторяю свою утром рано. Она летает за мной. Вот так вот беревая веревка висит. Я вдоль веревки хожу, повторяю мантру, слушаю свою практику. Она за мной летает с конца в конец туда, и она, я туда, и она за мной туда. Я подумал, что, наверное, тело тепло излучает, и она вот так согревается. Муха. Но заметил ее. Она вот всегда ровно подлетает туда, где я заканчиваю, потом я поворачиваю, перелетает вместе со мной сюда. И вот так вот, полтора часа, представьтесь. Поэтому я ее заметил. Такая симпатичная небольшая мушка такая. И я потом за стол сажусь, там же на завтрак. Я сажусь тоже, беру ложку, она уже села рядом. И тоже потеряю папку, я ведь тоже. Так, очень любопытно. Она рядом все, близко ко мне, я тут всякие движения делаю. Она себя спокойно чувствует, не боится. Но я проверю. Какая-то странная муха. И вот так вот рукой раз. Она пригнулась, и дальше вот. Не боится. Я взял палец вот так. И к ее голове стал вести, так медленно. Вот так. Она дождем, так смотрит на меня. Я вот коснулся в головы, так давлю на нее. А она так упирается. То есть она видит, все это чувствует. И потом я ее кормил. Там крошками, там всем, что я ем тоже. Дошло до того, что я сажал ее на руку туда. Влазил до спины. Мы с ней нашли общие ключи из пищи. Освещенная пища, мантра. Это доказывает то, что живые существа, все реагируют на эти духовные вибрации, на любовь. Без исключения. Насекомые, даже микробы, растения, все-все-все. Не говоря уже о кошках собаках. С собакой у нас очень большой опыт. Как они трансферируются от духовной пищи, когда они доедают остатки. Освещенные пищи. Они становятся добрыми, добрыми. Помните, как у Есенина? Как пьяный друг перережет целоваться, даже никак не спросив. Они всем кланяются, сразу в ноги. Их лет хвостом. Доброта собака. Такая доброта. Ну а уж вы, какие собаки. Я таких людей не видел в России. Я завидовал просто. У меня вот до этой собаки мне еще расти и расти вообще. Потому что они живут в святом месте, там вот, где мы посещались, в этих местах. Это вообще отдельная история, отдельная лекция о дамах собаках. Вообще о животных. О животных, связанных с духовной. Они прогрессуют от человека сами по себе. Они не нужна духовная практика. Они от человека зависят. Человек злой, а животные тоже злые. И человек, который зависят, а животные тоже зависят. Это совершенно естественно. Все реагируют на любовь, абсолютно все. Поэтому кошку, собаку кормите не просто без мяса, а освещенные тоже пищей, то, что остается, что они прогрессуют. Они прогрессируют как животные, как души. Правда, меньше живут. Карма сокращается и неплохая, и меньше живут. Вот есть как раз потрясающая книга, которая называется «Последний экзамен», где описаны истории с животными, как на них влияет духовная энергия. И даже как влияет на растения. Истории подлинные. Выдумать такое невозможно. Это история об уходах из жизни. Да. Зато за счастливым концом. Духовные люди и так же у нас животных есть, что-то, да. Так в полном же счастье и блаженстве уходят. Да, так в полном. Именно так. Мы собирали специальные тесты, чтобы опубликовать, как человек счастлив, но ими смерти может быть удивительной историей. Скажите, пожалуйста, есть ли книги, в которых описывается тема вашей вчерашней лекции? И что это за книги? Вчерашняя лекция? Нет такой еще. А, книга Розова, Чакравидия. Я не знаю, не видел эту книгу, к сожалению. Там есть все это, да? Да, я видела, она у меня есть дома. Книга Розова, можете в интернете поискать. Розов, В, имя. Вячеслав, наверное. Чакравидия, так и называется. Чакравидия. Так, хорошо, наше время истекло. Сейчас у нас музыка. Мы сейчас пригласим на сцену в группу, к сожалению, пока еще без названия, чтобы вновь погрузиться в трансцендентный мир духовных звуков. Пока группа собирается, я хочу сделать небольшое объявление. Дорогие друзья, мы понимаем, что время идет к концу, и нам скоро придется расставаться. Расставаться не очень хочется, но мы можем находиться в постоянном контакте с Александром Геннадьевичем Хакимовым, потому что здесь уже девушка представила потрясающие книги, которые очень доступны по цене, потому что они сдаются у нас в городе. Значит, книги имеют очень хорошие рекомендации буквально во всех сферах жизни. Если вас интересуют и есть проблемы в семье, то, пожалуйста, там есть книга о взаимоотношениях мужчин и женщин, как поставить Бога в середину семьи. Как раз эта книга будет сейчас в магазине. То есть очень хорошая книга. Также книга о том, как люди обрели веру в Бога. Тоже эта книга издавалась в Омске. Тоже очень много историй достоверных. Как люди оставляли этот мир в радости и счастье. Тоже очень потрясающая история, вдохновляющая, чтобы поверить в Бога, обрести его. И также серия размышлений Александра Геннадьевича Хакимова о реинкарнации, о камне, о судьбе. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть возможность и желание продолжать контакт, изучать эту жизнь с авторитетной точки зрения, то приобретайте эти книги. Есть еще серия других книг. И мне хотелось бы представить, если Марина Пескова здесь в зале, то есть, Марин, покажись, пожалуйста. Потому что этот человек на ее плечах эти книги выросли. Это достаточно естественное путешествие в нашем городе. Но вот в один момент, когда Александру Геннадьевичу понадобился человек, который сконцентрируется на таком боевом задании, она изучила все типографические возможности России, типографический язык, законы издания. И вот эти книги прекрасные. У нас есть возможность теперь читать. Их читает вся Россия. Но у них не столько возможностей, как всегда, у Мечей. Поэтому, пожалуйста, подходите. Я думаю, Александр Геннадьевич даст автограф на своих книгах. Ну а сейчас мы вступаем место нашему трансцендентному музыкальному оркестру.